У нас следите за молчаливую поддержку антивоенного митинга задержанных. За пустые белые плакаты. Да. 18 марта 2020 года. Санкт-поставление губернатора Новосибирской области. 9 февраля 2022 года. Номер 40-б. Публичные мероприятия. Любые публичные мероприятия на территории Новосибирской области. В том числе одиночные перспективы. Которые, я так понимаю, вы сейчас совершаете. За три семьи. Я впервые за 34 года подумал. Блин. Надо выучить украинский. На полном серьезе. Из какого-то желания поддержки. Из какого-то желания... Из просто сочувствия. Просто солидарности. Люди отодвигаются друг от друга. Они перестают разговаривать. Они начинают бояться говорить с родственниками. Отдаляются от друзей. И, в общем, это... Это... Катастрофа. Украина нарушила все Минские соглашения. Нет войне! Страшно. Всем страшно, капец. Ну, черт вольный, ухоя. Я Байкал-Амурский магистракт строил в этой стране. 51-ю статью берите в ОВДНКО. Ничего не отвечайте, в 51-ю статью. Светлана, отобрали, действительно, сессии. Прокодите, пожалуйста, обрали. Большое, что вам приятнее в прошлом 54-е федерального года. Вы собрали, действительно. Зашить рот невозможно. Всем зашить рот невозможно. Вода и камень точит, парни. Нет войне! Нет войне! Одно из основных бед, касающихся Владимира Путина, я считаю, то, что за свои 20, уже с небольшим лет правления, он взрастил поколения, которые не верят ему. А вас же задержали на митинге, по-моему. Задержали на митинге. Совершенно по-дурацки, совершенно ни за что. Ну, то есть, понятно, что сейчас всех задерживают ни за что. Просто я, в силу своей наивности, так как я ни разу не был ни за что, никогда задержан, я почему-то считал, что раз у меня нет никакого плаката, раз я ничего не кричу, никак не пристраиваюсь к никаким колоннам. Вообще стою достаточно отдельно. Мы были с женой вдвоем. И даже еще по большому счету не началась акция и митинг. Вообще еще ничего не началось. Было уже отцепление. Были ОМОНовцы или там представители Росгвардии, полицейские. В общем, вот эти вот всем известные люди в шлемах. Просто как-то они ходили. Были уже какие-то люди с дубинками, с мегафонами. Но не было объявлено, что расходитесь, расходитесь. Вы, значит, участвуете в чем-то противоправном. И вот, насколько я понимаю, всех тех 30 или 50 человек, которые были тогда на площади, всех привезли. Там были люди с плакатами. Человек, наверное, 5. Все остальные без плакатов. Ничего не кричали, никак не заявляли о своей позиции. Их просто привезли. И в том числе меня и я провел в отделении 12 часов. У меня там есть родственники. И я так вышла, я с ними практически никак не контактирую. Скажу больше, может быть, даже это прозвучит жестче. Мне, по большому счету, до них никогда не было никакого дела. Ну вот, есть они и нет. Я никогда не разговаривал с ними по телефону даже. Я их не видел. Так бы, наверное, и продолжалось плюс-минус еще сколько бы это лет, пока вот это все не началось. Теперь мне, конечно, в 100 раз важнее стало, где и как они находятся. Что с ними происходит. Как они живут. И это же касается украинского языка. Вот. У меня бабушка периодически переходила на такой какой-то полуукраинский. Я в своем детстве это помню. Бесконечные какие-то словечки. Какие-то прибаутки. Даже чуть-чуть акцент. И меня это то смешило, то раздражало. Как-то еще. Теперь мне, наоборот, хочется, чтобы как можно чаще и больше я слышал именно эту речь. Этот акцент. Эти словечки. Ну, мама и папа в 85-м году побывали в Крыму. Он тогда был украинским. Советской Украиной, естественно. А через год родился я. Мои предки с Украины. То есть я, наполовину я украинец. Ну, у меня есть тетя Наташа с Кировограда. Она мне слала достаточно много информации. Но в основном это была пересылка. Вот там разбомбили, там разбомбили. Я говорю, Наташа, спокойно. Я все вижу. И у меня на самом деле слухи. И там, кто что разбомбил, сколько человек погибло. Кто что захватил. Меня это не волнует. Меня волнует факт. Идет война. То есть я не обсуждаю то, что может подвигаться со мнением. Украина для меня. Ну, Украина это люди, не родные люди. Но это точно такие же, как мы здесь люди, которые должны точно так же просто жить. У меня есть в Украине друзья. Плюс по маме я украинка. Я переписываюсь, общаюсь с друзьями. Получаю сообщения от родственников своих друзей. И присылаю совершенно ужасные фотографии, видео, сообщения. И самое, на мой взгляд, ужасное и трогательное, что самые теплые слова поддержки мы получаем именно из городов, которые бомбят во время специальной операции солдаты вооруженных сил Российской Федерации. Агрессия как государственная политика, как государственная идеология – это все-таки не то, чем я хотела бы, чтобы Россия прославилась. Военная спецоперация – это убийство людей, это разрушение инфраструктуры, это ужасные, катастрофические для России, для всего мира экономические последствия, от которых мы будем восстанавливаться я не знаю сколько. На самом деле это очень страшно, потому что я могу привести собственные какие-то примеры. Сейчас закрываются международные проекты, международное сотрудничество. Люди из других университетов в Европе просто говорят, например, мы не можем писать вас в соавторы статьи, потому что вы русские. Сейчас у меня конфликт как у многих с матушкой, потому что она считает, что все правильно, все нормально, и все скоро устаканится. И где вы были 8 лет, меня спрашивали, и она говорит, что она меня не узнает, и все такое. Но я сама себя не совсем узнаю на самом деле, потому что взгляды имеют свойство меняться. Где ты была 8 лет назад? 8 лет назад, это 14-й год, 6-й класс, ну, наверное, вот в школе. Биатлоном занималась, на лыжах каталась. В этом конфликте я знаю еще одну четкую, точную правду, которая опять не обсуждается, и которую я всегда задаю любому человеку, который опинен российской пропагандой. Я говорю, окей, давай не будем обсуждать там, что, как, кого. Ответь мне вопрос, просто вот ответ на вопрос. Войска России, где находятся сейчас? Они находятся в Украине, за пределами своей страны. Все. Войска находятся в чужой стране. Это называется агрессия. Все. Не о чем больше говорить. Как бы это ни называли, там, российские СМИ, как бы это ни называли власть, я против войны. Я человек, родившийся в 86-м, середина афганской кампании. В школу я пошел в 93-м, в 94-м началась первая чеченская. То есть ощущение войны где-то далеко вроде бы, но вместе с тем у меня много старших товарищей, которые просыпались просто чеченской ночью с криком, потому что, ну, контузия была там. Человек, он был, по-моему, наводчиком и наметным. И, в общем, все это, конечно, не смешно. Ни разу. И поэтому, ну, вот, в моем детстве было таких два значка, которые рисовали на стенах, чаще других. Это буква А, анархия и пацифик. Мне больше нравился второй знак. Я не совсем понимаю, кто на это подписывался, кто к этому был готов, чем мы все это заслужили и почему нас сделали свидетелями государственного преступления. И, допустим, я могу честно признаться, что, да, я могу рассуждать абсолютно, как, ну, когда в Сирии что-то там происходило, ну, там сирийцы, я их не знаю. Я как-то для меня... Может, это ужасное рассуждение, но это так. Вот внутри это так как-то... Тоже плохо, тоже война вообще, в принципе, плохо для меня. Ну, я, наверное, мало кто... Мало кто может сказать, что, ну, вот, война – это хорошо. Если кто-то так говорит, ну, что-то с человеком не так психически, да, наверное. Представим, что вы встретились с Владимиром Владимировичем Путиным. Что бы вы ему сказали или спросили? Ничего. Есть люди, с которыми уже просто ничего нельзя задать, ни одного вопроса. Которые перешли черту. Что вы ему скажете? Сложный вопрос. Уходи. Я думаю, что я бы просто оттянулся. Я бы ему не подал руку, наверное, вот так. Я бы ему даже руку не подал. Думаешь, он меня услышит? Нет, я не верю в это. Ну, нет, не верю. Не услышит. Точно нет никакого смысла даже пытаться разговаривать с тем, кто не просто не слышит, а кто добровольно отрезал себе уши, вставил в эти отрезанные места еще какие-то затычки, наделал шлем и очень громко врубил гимн России. Так, Путин, Путин. Что ему сказать-то, Господи? Хватит убивать людей. Просто хватит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok